Непосреднюю роль в ослаблении курсов национальных валют и снижении темпов роста ВВП играет падение цен на нефть. Расскажите, пожалуйста, с чем связана отрицательная динамика цен на черное золото и как это влияет на нашу экономику и экономику наших партнеров? На рынке нефти наблюдается уже достаточно значительное время дисбаланс между спросом и предложением. Если говорить точнее, предложение превышает спрос на черное золото. Связано это в частности с тем, что страны ОПЕК, во-первых, не хотят снижать норматив ежедневной добычи, а во-вторых, даже те квоты, которые есть, а это 30 миллионов баррелей в день, они превышаются приблизительно на 1,5-2 миллиона. Сейчас страны ОПЕК и прочие государства, которые добывают нефть, проводят интересную политику. Ее можно сформулировать так. Для них доля на рынке важнее цен. То есть для того, чтобы повысить цены, надо снижать производство нефти, снижать добычу. Каждая страна опасается, что если она пойдет на этот шаг, другие ее не поддержат. То есть никто друг другу не верит. И в результате добыча не снижается, цены падают. Это напрямую затрагивает, наверное, все страны, которые добывают нефть. Но, как это ни странно, это очень сильно затрагивает и Беларусь, несмотря на то, что мы не являемся крупной страной, которая добывает нефть. Тут есть два канала влияния. Первый канал непосредственный наш. Для Беларуси важнейшая статья экспорта – это экспорт нефтепродуктов. Экономика нефтепреработки устроена таким образом, что чем дешевле нефть, тем ниже маржа от этой нефтепреработки. Кроме того, снижаются поступления в бюджет от экспорта нефтепродуктов, которые как раз-таки с начала этого года полностью поступают в бюджет Беларуси и на которые была большая надежда. Второй канал влияния – это через Россию. Падение цен на нефть приводит к снижению темпов роста российской экономики, а это означает уменьшение спроса на беларусскую продукцию, прежде всего, инвестиционного назначения. Кроме того, падение российского рубля приводит к тому, что беларусская продукция на российском рынке становится менее конкурентноспособной по ценовому фактору. Вообще говоря, проблема, вероятно, не только в падении цен на нефть. Скорее всего, можно выделить исключительно большую зависимость беларусской экономики, во-первых, от одного сектора, от сектора нефтепереработки, во-вторых, от одного рынка, российского рынка. Для того, чтобы в будущем мы менее зависели от цен на один сырьевой товар, безусловно, надо стараться диверсифицировать и экспорт, и географию экспорта. Продолжение следует...